В этом радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пека и Александр Шунин с вами проводят это утро. Мы поговорим сейчас о общественной морали, о том, насколько что допустимо, что недопустимо, поскольку, ну вот, в последнее время ширится движение за то, чтобы женщины могли кормить грудью детей. В общественных местах. В общественных местах, да. Вот как это воспринимает общественность, насколько это соответствует ли, ну, как бы вообще принятым нормам. Известно, что в разных странах относятся, ну, по-разному, не только к этим вопросам, но и понятно, что есть страны более религиозные, там, страны Востока, которые относятся очень строго к обнажению женщины, вообще к обнажению каких-то частей тела женщины. Ну, и есть более страны раскованные, европейские страны, например, где это считается абсолютной нормой. Вот мы хотели об этом поговорить со специалистом по этикету. С нами на прямой связи Ая Страутмане. Здравствуйте, госпожа Страутман. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. И, да, еще одна такая вводная. Мы обратили внимание с Олегом. Недавняя публикация была на Фейсбуке в одной из групп, Курпаист, где посетительница одного из ресторанов рижских жаловалась на ситуацию, которая произошла. Она с мужем и грудным ребенком зашла поесть и обратила... Она не за столом пыталась кормить своего младенца. Она подошла к барной стойке и спросила, куда она может удалиться, чтобы покормить ребенка там. На что получил совершенно хамский, на мой взгляд, ответ, мол, детей надо кормить дома. Ну, соответственно, они быстро расплатились и ушли больше в это место ни ногой. Ну, вот такая тоже отправная точка нашей беседы. Скажите, пожалуйста, действительно, насколько в Европе, насколько конкретно в Латвии подобные процессы допустимы, насколько дискриминация кормящих матерей запрещена? Я бы не хотела употреблять такое слово дискриминации. Я, конечно, не была в этом ресторане, не знаю, в каком тоне ответили этой кормящей маме, но я могу чуть-чуть издалека начну. Чуть-чуть. Во-первых, что такое этикет? Это для того, чтобы мы другим людям не сделали что-нибудь плохое, неприятное, не воспринимаем. Ну, то, что люди не воспринимают, это то, что надо себя как-то вести в обществе так, как положено всем. Потому что если каждый человек будет в какой-то определенный момент то, что ему надо делать, сразу там. И сразу, и там, где он находится, да? Может быть, это не очень-то правильно, как мы знаем, да? Насчет кормления детей, грудных детей. Во-первых, тут есть два варианта или две точки в этой ситуации. Во-первых, кормящие мамочки, когда выходят с маленькими грудными детьми, и даже не с маленькими, даже не с грудными, обычно все стараются сделать как-то вовремя, потому что грудные дети должны есть все-таки тоже, если нормально их кормить. Они должны есть вовремя. Бывает по-разному, конечно, ситуации бывают разные. Но вообще маленьких грудных детей поменьше надо возить по ресторанам, барам и в таких местах, где очень много разных людей. Потому что существует то, что мы называем энергетика, и мы все знаем, ничего нового я не скажу, что маленьким детям побольше надо побыть с мамой и папой, и побольше дома, и на воздухе. И второе, если я видела, и если эта мама была очень корректная и просила, где пойти покормить этого ребеночка, то бывает так, что просто сидят и кормят, где попало. Я видела такие моменты тоже. Мама, которая кормит ребенка, это интимный процесс, который не должен показываться для других людей. То, что мы сейчас вообще, и взрослые люди, кормимся, если так можно сказать, на улице, это тоже очень неприятно и неправильно. Потому что мы должны, когда мы едим, мы должны еду уважать, а не бегать с одной работы на другой или с одной встречи на другой и чего-то там всувать в рот и ходить по улице и есть. Это так есть сейчас, это бизнес, это деньги. Но вот мамочка, когда кормит своего ребеночка, она должна быть в едине максимум со своим мужем, ну или с отцом ребенка. Да, там может быть и брат, или сестра. Это очень семейный и очень интимный процесс, в котором не должны присутствовать совершенно посторонние люди. Можно ли сказать, что вот все уместно в каких-то, мы все время говорим про страны, но на самом деле ведь человек по улице может идти сейчас в жаркую погоду, в шортах и в тапочках, но, например, зайти в церковь или в какой-то там музей, это в принципе уже нарушение какого-то этикета. Или, например, в купальнике мы можем загорать на пляже, а все-таки по городу, если человек будет идти в плавках, то он будет вызывать какое-то… То есть то же самое вот кормление ребенка вот в одном месте, это уместно в домашних условиях, то есть если мы выносим в другое пространство, это какое-то вот противоестественное? Ну, это не противоестественно, но надо, как вы сказали, в свое время надо делать свои дела. Где это положено, когда это положено, и чтобы мы не мешали другим людям. Ну, а вам могут возразить, что это достаточно архаичный взгляд на вещи, и сейчас не стоим на месте общества, и развивается, и больше открытости, и больше возможностей. И один из аргументов может быть, вот я себе просто могу себе представить, почему вот я сижу и ем в ресторане за столом, а мой младенец не может там же за столом, в том же самом ресторане, но поесть, ну, хорошо из груди, и почему воспринимать грудь не как нечто функциональное, а именно как сексуальный объект. А в продолжении этой темы, может быть, все-таки допустимо, учитывая все эти современные тенденции, ну, чем-то прикрывшись? Ну, или возьмем отдельную ситуацию в самолете, на борту самолета, например. Ну, вот где с младенцем уединишься? В туалет пойти тоже как-то, ну, это негигиенично, как минимум. Какой-то шарф сверху, не знаю, одеяло, чтобы никого не смущать, но тем не менее. Так иногда делают, что можно как-то шарфом перекрыться, ну, перекрыть себя, если это очень на самом деле там так получается, что его надо покормить, может быть, ему это нужно и так далее. Но даже в самолетах, ну, мы все летаем, да, и знаем, что если стюардессе спросит, что тебе надо покормить ребенка, они находят свое место, где они там сидят, да, и уединяются и кормят этого ребеночка отдельно. Но если это экстренность, мы не говорим про экстренной ситуации, да. Мы говорим про то, что сейчас люди, и если люди открываются, это не значит, что он должен открываться сверху до низа. Тогда зачем вопрос о том, что только что ваш коллега сказал, что, наверное, это будет не очень правильно, когда мы будем ходить по улице, как мы ходим по пляжу. Потому что каждому делу, каждой ситуации есть свое место, и мы должны это все-таки иметь в виду. Потому что люди, извините, это такое объяснение, сейчас 21 век. Простите, люди не изменились, они остались такие, какие они есть. Они говорят, как они говорили, у них есть язык такой, какой у них есть. Они ходят так, как они ходили, они любят, как они любили. И все процессы, и рожают детей, как они рожают. И все процессы у нас такие же самые. Только же слово «свобода» людям не объясняли, что такое свобода. И у свободы тоже есть свои рубежа. А можно ли пофантазировать, действительно, к чему могут привести эти снятия норм стыдливости, непристойности, если это будет постепенно уходить и будут сдавать позиции эти нормы морали? Ну, мы уже так тихенько видим, в какое это превращается, что у людей нет ни ответственности. Извините, это тоже ответственность, когда ты кормишь своего ребенка, не кормишь, когда тебе хочется идти куда-то отдыхать. Извините, если у тебя есть, если у тебя родился ребеночек, то твоя жизнь 10 лет с первого его дня до последнего нет, но, скажем, до 10 лет, это 10 лет, которые человек должен растить каждую минуту, каждую секунду своего ребеночка. И он на данной ситуации тоже показывает, мать показывает. Всем кажется, что он ничего не понимает, но маленький человек тоже все понимает чуть-чуть по другим каналам, чем мы взрослые. И его также показывает, что он может везде и все делать. Это так, вот как вы сказали, по философству, и, ну, вот мои философства, да? От этого исходит дальше, как человек себе будет вести, как он поймет, как в обществе это надо быть. Потому что если все в ресторане едят, обедают, ужинают, не важно, да? Принимают пищу. Значит, они все это делают, ну, более-менее так, как, ну, это положено, скажем, в Латвии, да? И тут каждый захочет что-то делать. Один – кормить ребенка. Второй, например, громко говорить по телефону. Четвертый, скажем, порешить, что это свободно, и я могу не идти, простите, в туалет. И каждый будем делать то, что мы захотим. Для того-то и есть какая-то мораль, которая держит всех людей. И когда мы приходим домой, то мы можем свои порядки дома установить. Если это не мешает, ну, останем людям, которые с нами, живут, или, менее, соседей там, по дому или по квартире и так далее. Это очень такая философская тема, как вы сказали. Мы философствовали дальше, что из этого входит. Мы открылись, мы все показали. Женщина и так, извините, жутко обижена. Да и в рекламах это показывается. Она очень слишком уже открыта. Ну, что и люди смотрят телевидение, они думают, что это очень хорошо, я могу раскрыться, я могу все показать и так далее. Ну, это очень иные разговоры, мы можем очень долго об этом говорить. Но я думаю, что основной мысль... Да, но вот мы как раз говорим. Я понимаю, что основная ведь претензия в том, что женщина, которая кормит ребенка грудью... У меня нет претензий, это не претензий. Нет, нет, я говорю не про вашу. Я говорю, что вот у общества, ну вот у наблюдателей, они говорят о том, что вот они видят обнаженную женскую грудь, и в принципе это их начинает смущать, ну потому что она воспринимается как сексуальный объект, как будто бы женщина обнажается. И вот в этой связи... Ну, это так и есть, в принципе же так и есть. Это же ее личная грудь, это грудь, которая принадлежит ей и ее ребенку, а не обществу, которое находится там. А вот как вы относитесь к тому, что в принципе мы сейчас ведь наблюдаем то, что женщины гораздо более смело, особенно вот в летнее время, одеваются и очень откровенные декольте, которые, например, ну девушки, которые едут на велосипеде, еще нагибаются, если у нее открытое платье, и простите, нет верхнего белья, то в принципе эта грудь, она и так выставляется на покат. Белья вы имели в виду? Ну, бюстгальтер я имею в виду. Да, но грудь, она выставляется тоже на показ. Обтягивающие майки, которые в принципе тоже без бюстгальтера, они предоставляют свободу фантазии мужчинам. В принципе, вот это, что можно сравнить в принципе с кормлением груди в общественном месте, обнажение груди, оно становится сейчас повсеместным. Нет, извините, вы путаете разные вещи. Тогда вы или не поняли, или я не так сказала, или вы хотите... Скорее, мы развиваем тему. Распровоцировать на грудь. Это разные вещи. Когда женщина... Вы про деколтей, да, скажем, это как основное слово, да? Значит, женщина выходит из своей квартиры, находится в общественном месте, и у нее большой деколтей. Это ее личное дело. Если ей считает, если она считает, что все должны смотреть на ее грудь, ну, в общем-то, это ее проблемы с одной стороны, да? Но это ее дело. Если так, она приходит на работу, это уже мы смотрим на это по-другому. Потому что на работе все должны работать, а не смотреть на красивую женщину и на ее красивое деколтей. Мы работаем. А когда мы кормим ребенка, это уже совершенно другая ситуация. Я уже объяснила, что мы... Это интимный процесс, когда мы кормим своего ребенка. Когда все должно быть тихо, спокойно и нормально. Без лишних людей и без лишних энергий чужих. Я напомню, мы беседуем с специалистом по этикету Аи Страутмана. Скажите, пожалуйста, учитывая все-таки, ну да, ну будем откровенны, 21 век, и немножечко меняется и роль женщины, в том числе в обществе, и по большому счету, наверное, не стоит делать проблемы из того, что у кого-то есть младенец, и из-за этого нужно 10 лет быть привязанным к нему, и не заниматься совершенно другими вещами. Ими можно успевать заниматься в условиях создания какой-то инфраструктуры. Возможно, изначальной проблеме помогло бы оборудование каких-то специальных детских комнат, то есть, если бы заведения общепита изначально были настроены более дружелюбно по отношению к маленьким детям и кормящим мамам. То есть, специальное помещение для кормления. Потому что взять с собой младенца с собой на прогулку, в музей, не знаю, в парк, на побережье, потом зайти перекусить, я не вижу в этом совершенно никакой проблемы. Ну да, вот с соблюдением то, о чем вы говорили, с соблюдением режима кормления просто так совпало, что и взрослому нужно поесть, и ребенку нужно поесть. И в условиях наличия специальной детской комнаты, оборудованной всем необходимым, можно туда удалиться и, в общем-то, чувствовать себя полноценным членом общества и как-то не ограничивать себя вот этими достаточно искусственными рамками. Да, вы абсолютно правы, и это было бы очень хорошо, ну, такие какие-то детские комнаты, где-то что-то там есть в ресторанах, слава богу, уже получается, да, раньше вообще, когда у меня были маленькие дети, тогда вообще в ресторане вообще не было ничего, что с детьми делать, да, но это было бы очень хорошо, конечно, если бы была бы комната, где она могла пойти, красиво, кормить его, с тихим уже поевшимся ребеночком, да, который плачет и очень рад, и тихенький, и нет проблем, но, как я сказала, все надо делать там, где это положено, так в жизни есть, если очень хотите понять, то люди живут не так, как положено на земле, и вот мы видим, что происходит, то же самое будет происходить и с людьми, если они не будут соблюдать те правила, которые нам жизнь дает. Огромное спасибо Гаспера Страутмана, мы говорили со специалистом по этикету Аи Страутмана, огромное спасибо еще раз за участие в нашем эфире, к сожалению, нужно нам с Олегом опять прерваться и уйти на паузу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...